Продолжение следует... 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 которая обеспечила доступное и качественное образование для всех детей, без исключения ЛИС с особыми возможностями здоровья и инвалидов. То есть мы должны учитывать их особенности, особенности психологического развития и состояния здоровья. То есть вот это является одним из главных задач модернизации российского образования. И, коллеги, что такое инклюзивное образование? Мы прекрасно знаем, что до сих пор мы двигались в сторону интеграции. То есть у нас есть опыт реализации интегративных программ. Когда у нас дети с ОВЗ, дети-инвалиды, обучались в коррекционных классах массовых школ, в специальных группах дошкольных учреждений, с одной стороны, это, конечно, очень хорошо. Вот эти специальные классы, специальные группы, где находились особые дети, работали именно с учётом особенностей каждого ребёнка, с учётом образовательных потребностей, да? Был индивидуальный подход, конечно, к каждому ребёнку. Это хорошо. Но с другой стороны, с другой стороны, выделение вот этих вот особых классов, групп, оно привело к тому, что вот эти дети, они оказались, ну, изолированными, да? Они как бы исключены из культурной, социальной жизненной школы дошкольного учреждения. То есть формировались некие преграды в процессе взаимодействия, между субъектом образовательного процесса, в процессе общения, да? Поэтому от модели интеграции мы сегодня переходим к модели инклюзии. То есть инклюзия – это совместное обучение и воспитание детей с разными стартовыми возможностями. Интеграция в среду, где обучаются дети в норме, да? Ну вот инклюзия, коллеги, вот на сайт, пожалуйста, обратите внимание, это раскрытие каждого ученика, каждого ребёнка, обучающегося по новому закону образования, да? С помощью образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его способностям, да? При этом учитываются потребности каждого ребёнка, но также создаются специальные условия и поддержка, которые необходимы ребёнку и учителю для достижения успеха. Вот это такие, значит, как бы такой подход, да? Ну и, значит, инклюзивное образование, в общем-то, оно гарантировано нашим государствам, да? Оно обеспечивает равный доступ к образованию всех обучающихся с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Это прописано в статье, значит, 2 в, значит, законе, в федеральном законе об образовании Российской Федерации. Коллеги, конечно же, инклюзивное образование, вот включающее образование, да, вот уже подводим вот некие итоги, да, вот о нескольких таких минут нашего семинара. Это такое образование, при котором все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные и иные особенности, включены в обществе образования и обучаются в общеобразовательных школах со своими сверстниками или ходят в типовые дошкольные образовательные учреждения. И, коллеги, вот исходя из этого, мы приходим к выводу, что конечной целью вот инклюзивного образования, конечно же, является социализация ребёнка, да, то есть безболезненное мягкое вхождение в общество, где он может себя реализовать, где он чувствует себя полноправным членом этого общества. При этом вот эта вот некая образовательная интеграция, она является частью вот этой вот социальной интеграции ребёнка в социум, да, то есть мы говорим, что, в общем-то, ведь основная цель любого коррекционного, коррекционной системы – это, в общем-то, социализация ребёнка, да, социализация ребёнка. Вот, значит, понятно, что мы при работе с этими детьми, с преподавателями опираемся на документы, то есть, значит, на нормативные правовые основы, да. Просто давайте посмотрим быстренько, значит, это вот, значит, основные даты принятия изменений в законе Российской Федерации, это всем нам известная Конвенция о правах инвалидов, да, это, значит, ратификация Конвенции ООН о правах с ограниченными здоровьем, это Конвенция Российской Федерации, это наш закон об образовании, да. Вот эти основные документы, которые на сегодняшний день регулируют, регламентируют инклюзивное образование как таковое, да. Ну, значит, тут уже, коллеги, более детально, какие же статьи закон образования у нас, значит, обеспечивают реализацию инклюзивного образования в нашей стране. Статья 52-я, 50-я, значит, конечно же, рекомендации Министерства образования и Российской Федерации, значит, и федеральные государственные стандарты, которые сегодня действуют, да. Ну, и, коллеги, прежде чем мы будем говорить уже, значит, дальше пойдем, мы должны понять, значит, что подразумеваем под понятием «дети с ОВЗ». Ну, понятно, что эти дети с особыми возможностями здоровья, исходя из этого, с особыми образовательными потребностями, да. Это, ну, логично. На сегодняшний день у детей, обучающихся, коллеги, повторяю еще, это закон образования, обучающиеся, да, школьники и студенты, да, мы одним словом их называем, у этих детей очень широк диапазон в ограничениях здоровья. Вот понятно, коллеги, что вот уровень психического развития, физические показатели, зависит не только от диагноза, но и от того, какую помощь ребенок получал в раннем и дошкольном возрасте. Ну, ни для кого не секрет, что именно дошкольный возраст является самым сензитивным возрастом в жизни человека, да. Именно в этом возрасте появляются, формируются множество новообразований, которые столь необходимы для человека. Ну, и понятно, что в этом возрасте закладываются все навыки общения, навыки социального взаимодействия, которые пригодятся ребенку в будущей жизни. Если мы игнорируем или не упускаем вот именно ранний дошкольный возраст, то нам в дальнейшем будет гораздо сложнее, значит, добиться каких-то существенных результатов, да. Поэтому вот до поступления в школу ребенок этой категории должен получить очень качественную помощь, да. Ну, коллеги, основные категории детей с ОВЗ, классификации достаточно много, мы возьмем вот наиболее приемлемую для нас, да. Ну вот, коллеги, смотрите, это нарушение слуха, там тоже выделяются, да, слабослосящие, значит, глухие и так далее, это прекрасно помните, да. С нарушением зрения, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с нарушением интеллекта, а также с сильными ограничениями в здоровье, да. Но эти расстройства могут быть в эмоционально-волевой сфере, это, значит, и аутизм может быть, и другие комплексные нарушения. Вот, коллеги, основные, значит, категории детей, с которыми, значит, вот мы, в общем-то, работаем, да. Ну и вот, если вам интересно, в структуре детской инвалидности, в общем-то, преобладают психоневрологические заболевания. Это боли 60%, болезни внутренних органов – это 20%, опорный двигательный аппарат – это 10%, нарушение зрения – 13% и слуха – 14%. Эти данные, вот, наиболее свежие, которые я нашла. Ну и, уважаемые коллеги, понятно, что у каждой науки, у каждого… Прошу прощения. У каждого направления есть свои понятия, свои дефиниции. То есть вот основные понятия, с которыми мы должны работать. В нашем случае это вот такие, дефиниции, такие понятия, как обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Ну, понятно, что это дети, имеющие недостатки либо в физическом, либо или в психологическом, и, может быть, развитии, да, которые подтверждаются именно психолого-медико-педагогической комиссией. Вот эти особенности препятствуют получению образования без создания специальных условий. То есть эти дети нуждаются в специальных условиях. Помните, я говорила, ОВЗ – это дети с особыми образовательными потребностями. Инклюзивное образование, вот я тоже говорила, давайте еще раз повторим, это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. И адаптированная образовательная программа. Вот это инклюзивное образование, как правило, оно реализуется через адаптированные образовательные программы, да. Это программа, которая, значит, рекомендована для лиц с ОВЗ, с учетом их, значит, особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых коррекций, которые, значит, необходимо, ему необходимо, да. Вот, уважаемые коллеги, три основных понятия, их достаточно много, давайте пока ограничиваясь. Вот, значит, в рамках нашего времени вот эти три понятия мы с вами возьмем за основу, да, возьмем за основу. Ну и, значит, коллеги, значит, инклюзивное образование, как я уже говорила, это процесс, который вовлечен не только ребенок, да, вовлечены родители, вовлечен окружающий социум. И понятно, что актуальность внедрения вот этого образования, педагогическую практику и теорию сегодня не вызывает никаких сомнений, да. Вот такой вид обучения делает возможным оказание психологической, педагогической, медико-социальной помощи большому количеству детей, да, максимально приблизить этого ребенка к месту жительства, да, то есть не отрывая его от семьи, да, обеспечивать родителям консультационную поддержку, а также готовить, вот, значит, этого ребенка к будущей активной жизни, к, то есть, а общество готовить к принятию вот этого человека с ограниченными возможностями здоровья. Ну и, конечно, уважаемые коллеги, как я уже говорила, видение человека, видение ребенка с особенностями в общество является основной задачей, ну, системы коррекционной помощи, да. Вот, и вот, исходя из этого, давайте мы с вами, уважаемые коллеги, посмотрим, значит, инклюзивное образование. Вот, какие задачи она преследует, над чем работает инклюзивное образование? Ну, понятно, что над улучшением образовательных структур, систем, методик для обеспечения потребностей всех детей. То есть нам необходимы такие системы, такие методики, которые бы, в общем-то, помогли нам, ну, обеспечить качественное образование ребенка с ОВЗ, да. Понятно, что инклюзивная является частью большой стратегии по созданию общества, принимающего всех. Вот на сегодняшний день мы двигаемся в сторону, в сторону, ну, скажем так, гуманистического общества, да. То есть у нас сегодня тенденции гуманистического подхода, они являются доминирующими, да. Вот мы должны создать общество, которое принимает всех, независимо от их свето-кожи, от вероисповедания, от половой принадлежности, от, значит, особенностей психологического, физического развития, да. И, конечно же, конечно же, вот это инклюзивное образование, его принятие является процессом динамичным. То есть этот процесс, он, ну, всегда в движении, да, появляются новые подходы, новые технологии, он находится в постоянном развитии. Инклюзивное образование – это достаточно новые вете в образовании, новые направления образования, да. Поэтому вот за этим образованием, скажем, значит, будущее, да, будущее. И вот, что немаловажно, инклюзивное образование признает то, что все дети могут учиться. Другое дело, какие достижения у этих детей будут, да. Ну вот, и вот я уже говорила, без дискриминации качественного образования лиц СОВЗ, да. То есть лица СОВЗ тоже имеют право на получение качественного образования. Ну и помимо вот этих вот, значит, задач, направленных на социализацию личности, конечно же, задачи, которые направлены, ну, на улучшение состояния ребенка, да. Значит, вот это коррекционная помощь при нарушении, да, значит, развития. Это помощь социальной адаптации. То есть оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных подходов педагогических, которые, значит, наиболее, значит, подходят этому ребенку. Вот об этом я уже говорила. Чем раньше вы начнете работать с ребенком, тем успешнее этот ребенок будет, да, тем больше достижения его ожидают. Значит, создаются новые методы, новые способы общения, да. Ну и понятно, что, вот смотрите, в условиях инклюзии дети получают возможность получения образования определенного уровня и определенной направленности. Ну и в системе инклюзии образования, значит, ребенок получает толчок к социальному развитию, значит, в том, что он общается не только с теми людьми, у которых есть некие отклонения, там, допустим, развития, некие проблемы, он общается с детьми в норме, да, то есть он тянется за ним, при этом получает мощный импульс к социальному развитию. Ну и, значит, в итоге мы вот приходим к выводу, что первое, значит, это задача, это обеспечение равных условий возможности для лиц независимо от их особенностей, да, и второе – это обеспечение, значит, прав граждан на получение качественного образования, да, но все ступени. Мы знаем, что по закону образования первой ступенью является дошкольное образование, да, потом начальная школа, значит, и так далее, и так далее, заканчивая, значит, профессиональными образовательными стандартами. То есть, значит, на протяжении, значит, пребывания ребенка с непрерывным образованием он должен получить возможность получения качественного образования, да. Значит, ну и к чему инклюзивное образование стремится. Я уже сегодня об этом говорила, значит, вот, что сегодня во всем мире, значит, меняется подход к инклюзивному образованию, да, меняется методология этого образования, ну, как мы говорим, меняется, обновляется категориальный аппарат в связи с международной практикой и тенденцией гуманистического подхода, да, и вот именно вот этот первый постулат здесь и, значит, выделен, да, это, значит, стремится развить методологию, направленную на признание, значит, того, что все дети индивидуальны, значит, ну, у них различные потребности в обучении, да, то есть мы говорим о том, мы говорим о том, что, значит, вот именно признание ценности личности. Ну и понятно, что коллеги, как они говорили, основной фигурой, центральным звеном любого процесса образования является педагог, является учитель, является воспитатель, поэтому необходимо разработать подход к преподаванию обучению детей, который будет более гибким, который будет удовлетворять различные потребности в обучении именно лиц СОВЗ. Ну, коллеги, вы помните, что у нас достаточно, как мы говорим, в широкий, значит, диапазон лиц СОВЗ, да, диапазон различий в ограничениях здоровья, поэтому вот мы должны найти те методы, приемы, подходы к детям и слабослышащим, слабовидящим, да, детям, у которых есть проблемы, значит, с нарушением интеллекта, с задержкой, значит, психического развития, как мы говорим, да, с нарушением управления двигательного аппарата, то есть у них абсолютно разные потребности. Разные потребности. Ну и, коллеги, вот исходя из всего этого, да, из вышесказанного, мы с вами можем выделить принципы инклюзивного образования. Ну, они вот перед вами, то есть ценность человека не зависит от его способности достижения, да. Мы не любим от того, что ты являешься медалистом, чемпионом мира, обладателем там чёрного пояса, да. То есть мы любим человека, родители, да, любят, мы воспринимаем, ценим, значит, ребёнка за то, что он есть, да. Да, каждый человек самооценен, да, уникален, и мы его должны принимать таким, как он есть. И каждый человек, независимо от его, значит, особенностей, от его способностей, он чувствует, он понимает, он думает. Может, по-другому несколько, чем мы с вами, да, может, он по-другому видит мир, может, он по-другому себя в этом мире видит, может, у него другая шкала ценностей, но, тем не менее, он думает, он понимает, он чувствует. Ну и, уважаемые коллеги, очень важное право, право на общение. Помните, я говорила об интеграции, да, о том, что вот до недавнего времени, сейчас они сохранились, есть особые классы, есть особые группы, да, то есть вот, когда дети общаются только с теми, ну, кто имеет такие же проблемы, допустим, да, или даже, значит, они абсолютно изолированы, то есть здесь мы нарушаем право ребёнка, значит, на общение, да. Любой ребёнок, любой человек, любой взрослый, да и мы с вами имеем право на общение, имеем право, чтобы нас услышали, чтобы с нами считались, чтобы нас, ну, воспринимали, да. Понятно, коллеги, человек – существо социальное, да, мы однозначно, стопроцентно нуждаемся, значит, друг в друге, поэтому мы нуждаемся друг в друге. Человеческое общение является величайшей ценностью, нашим капиталом, поэтому вот именно в общении человек, значит, развивается, он… Прошу прощения, я пока не могу говорить, перезвоните, ладно, у меня вебинар идёт. Значит, вот поэтому мы должны вот этих людей, этих детей, особых детей, ни в коем случае не лишать возможности общения, да. Ну и, уважаемые коллеги, вот следующий принцип – подлинное образование происходит только в контексте реальных взаимоотношений. Вот для, значит, детей дошкольного возраста игра является ведущим видом деятельности, да, ребёнок, играя, социализируется, развивается, познаёт окружающий мир, самоображается, да, идёт учебная деятельность, да, есть трудовая деятельность, есть творческая деятельность, да. Во всех этих видах деятельности происходит взаимоотношение, общение, да, и только вот в процессе этих взаимоотношений происходит подлинное образование, да. Поэтому вот мы должны именно, если у ребёнка есть возможность и показания к инклюзивному обучению, надо эту возможность, конечно же, использовать. Ну и вот уже вроде как мы, ну, посмотрим, вот, значит, нуждаются друг в друге, а тут же вот, наверное, ещё подтверждающий этот принцип – нуждаются в поддержке и дружбе ровесников, да. Но именно, значит, в процессе общения с ровесниками, в процессе игровой деятельности, значит, дети и социализируются, дети и развиваются, дети очень многому учатся, происходит обмен мнениями, да, обмен энергии, в конце концов. Что за… Прошу прощения. Алло. Алло. Ну и, коллеги, вот ещё один очень важный момент, пожалуйста, на этот принцип обратите особое внимание. Все обучающиеся, для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что они не могут. То есть, вот о чём это говорит? Мы должны у ребёнка, у школьника обращать внимание на сильные стороны и, опираясь на эти сильные стороны, с ним работать. А в чём он неуспешен, возможно, что мы эти моменты, значит, сильно затрагивать и не должны, да. Если у ребёнка с ОВЗ получается хорошо рисовать, допустим, да, пожалуйста, вы увидите его достижение здесь, увидите его прогресс именно в этом направлении. Если ребёнок, значит, хорошо танцует, да, допустим, или у ребёнка какие-то иные способности, в чём он успешен, вот опираясь на этот успех, мы должны дальше развивать этого ребёнка. А прогресс, если у него что-то не получается с ребёнка с ОВЗ, да, ну, здесь можно, ну, особо ребёнка в этом направлении, ну, может, скажу нехорошее слово, напрягать не надо, да. То есть ребёнок должен чувствовать, что он может, что его поддерживают, его понимают. Вот, допустим, инклюзивное образование, когда в классе обучаются дети, значит, у которых нет отклонений в развитии, и дети с ОВЗ, да, вы ребёнка, значит, который в норме, хвалят за то, что он решил задачу, да, а ребёнка с ОВЗ вы можете похвалить за то, что он, ну, переписал условия задачи. Это для него уже достижение, это для него уже прогресс, это он уже молодец. То есть в зависимости от их возможности вы будете, значит, ну, говорить о прогрессе, да, о прогрессе, то есть ни в коем случае мы, значит, одинаково не будем оценивать тех или других детей. Даже дети с ОВЗ, допустим, ребёнок плохо слышащий и плохо видящий, да, у них тоже, значит, они в разных областях могут быть прогрессивными, да, здесь тоже вот надо, значит, опираться на их сильные стороны. Ну и разнообразие усиливает все стороны жизни человека. Помните, я говорила, значит, если мы говорим об интеграции, допустим, ребёнок как бы, значит, исключается из социальной жизни, из культурной жизни, да, то есть достаточно однотонные, монотонные там какие-то процессы происходят, да, вот разнообразие, значит, для таких детей, это особенно важно, потому что вполне возможно, что вот это разнообразие они видят только в стенах образовательной организации. У них нету возможности, там, допустим, площадки на театр, допустим, ходить на каток, там, значит, на лыжах кататься, возможно, они не играют со сверстниками там во дворе, да, вот эти вот разнообразия, значит, которые он видит, разные виды деятельности, которые он вовлечён в условиях образовательной организации, в общем-то, для ребёнка является крайне важным и крайне нужным, крайне актуальным. Ну и главный принцип инклюзии, уважаемые коллеги, это не ребёнок подгоняется под наше образовательное учреждение, под её нормы, а наоборот, все системы образования подстраиваются под потребности, возможности конкретного ребёнка. Вот главный принцип инклюзии. Те принципы тоже очень важные, очень нужные, но этот принцип главенствующий, да, то есть система образования, она для ребёнка, для ребёнка, да, значит, школа для детей, да, значит, вот они наоборот, не ребёнка подгоняем под те стандарты, а школа как бы подстраивается, образование подстраивается под наших детей. Вот это тоже является для нас очень важным принципом. Ну и, уважаемые коллеги, понятно, что, значит, в настоящее время проблем инклюзивообразования достаточно много, эти проблемы, они есть в нашей стране, есть во всём мире, любое новое движение, новое направление, оно всегда, ну, выявляет некие проблемы, которые нам необходимо решать, да. Вот в процессе решения этих проблем, значит, в общем-то мы, значит, и улучшаем параметры качества образования, да. Ну, понятно, несовершенствуем нормативно-правовой базы, значит, вот правовая база, она обновляется, надо сказать, надо должное, что на сегодняшний день, значит, инклюзия признана, значит, доминирующей тенденцией, да. Вот мы видели, значит, закон образования, в условиях модернизации расистского образования инклюзия занимает достойное место. Ну и, коллеги, вот смотрите, вот когда ребёнок включается в систему инклюзивного образования, за ним иногда коррекционная помощь, вся его полнота не сохраняется, да, то есть, значит, иногда он теряет вот эту вот, значит, всю полноту коррекционной помощи. Ну, этот ряд, множество причин, да, это и кадры, это, может быть, и финансовая составляющая, вот инклюзия – это хорошо, но ребёнок, помимо того, что он нуждается в образовательных каких-то, значит, моментах, да, методиках, технологиях, ему ещё нужна и, значит, медикаментозная помощь, ему нужна помощь специалистов, да, зачастую вот это у нас, вот, ну, иногда теряется, да. Ну, вот уже понятно выходит следующее – это ограничение финансового обеспечения процесса инклюзии. Инклюзия требует весьма и весьма хороших финансовых вливаний, да, потому что нужна и доступная среда, это вот особая история, да, о которой можно поговорить в следующий раз, это и специальные образовательные программы, которые необходимы, да, значит, вот, в общем-то, вот здесь, конечно, мы видим, что финансово недостаточно. Образовательный стандарт, значит, понятно он должен, и, значит, на сегодняшний день крайне мало практикоориентированных программ, технологий для обучения детей с ОВЗ, значит, в которые бы могли использовать педагоги, работающие в условиях инклюзивного образования, то есть, значит, в учреждениях, где совместно с нормально развивающимися воспитанниками, детьми обучаются дети с ОВЗ. Поэтому вот это, наверное, мы все чувствуем, кто как-то с инклюзией связан, да. Конечно, программ, коллеги, много, они есть, но вот таких вот действенных, качественных программ, ну, не так много, вы это сами видите, да. Ну, и понятно, я уже говорила, что педагог – это центральное звено, центральная фигура в системе образования. Без специально подготовленного педагогического коллектива, конечно же, мы говорить об задачах инклюзивного образования по решению не можем, да, не можем. Ну, вот если вы помните, значит, вот педагог инклюзивной школы, он должен понимать, что ребёнок – это наивысшая ценность, ребёнок ОВЗ, значит, имеет такие же права, что педагог воспринимает, значит, этого ребёнка с его особенностями, с проблемами, с его качествами, с его качествами, да. То есть вот если мы говорим об инклюзивной системе, об инклюзивной школе, это вот, там должны быть такие, доминировать ценности, нормы, правила, значит, которые определяют именно гуманистический, гуманный уклад, да, то есть понимать, что, значит, этот ребёнок особый, да, вот, то есть вот это крайне важно. Ну и, значит, повышение квалификации, уважаемые коллеги, значит, вот я ещё, знаете, что, значит, хотела сказать, что необходимы, наверное, специальные программы, если мы сюда вот вернёмся, вот специальные программы, значит, которые бы, значит, обеспечивали адаптацию детей ОВЗ к условиям, значит, жизни с нормально развивающимися детьми, да, значит, и вот этих программ, Б, должно быть, значит, несколько, да, это для детей дошкольного возраста, для детей школьного возраста, вот это, конечно, вот крайне для нас, крайне для нас важно. Ну и, значит, отсутствие, вот я уже говорила, педагогические кадры, ну, понятно, что педагог инклюзивной школы, инклюзивное образование, он должен обладать неким специальным уровнем компетенции, некими культурно-нравственными, значит, культурно-нравственным потенциалом, да, он должен быть эмоционально, личностно готовым к работе с этими детьми. То есть, вот видите, вот тут нужны специальные компетенции, да, любой педагог идти работать, значит, в инклюзивный класс, в инклюзивную группу, конечно, он не готов, да. Это повышение квалификации. Вот, коллеги, здесь тоже, конечно, надо говорить о том, что, наверное, необходимо, значит, программы, вот в курсе по повышению квалификации, где бы, значит, преподаватели, значит, воспитатели знакомились вот с физиологическими, неврологическими особенностями детей с ОВЗ, да, и вот где бы они прошли, ну, я не знаю, подготовку, чтобы их мотивировали, да, мотивационная готовность, да, значит, вот чтобы у них был какой-то творческий подход, то есть не только знание должно давать эти курсы по повышению квалификации, но и должна работать над повышением неких специальных компетенций, как я уже говорила, да, это вот личная готовность, да, ведь, это вот, значит, какие-то нравственно-культурные какие-то вот компетенции, способные к самосовершенствованию, к саморазвитию, вот эти вот понятия, они для нас очень актуальны. Ну, и понятно, что безбарьерная среда тоже имеет место быть, да, если мы видим типовые школы, в них вот сейчас создавать, значит, безбарьерные среды достаточно сложно, да, новые школы, новые, значит, образовательные организации, они сейчас уже изначально закладываются под то, что тут могут быть реализованы инклюзивные образования, а вот наши старые школы, конечно, безбарьерную среду, в них создавать достаточно сложно. Ну, и, коллеги, возможности социума. Вот наша задача сегодня прийти, закрой, пожалуйста, прийти к такому обществу, которого принимало всех. Общество гуманного, к обществу гуманному, обществу, которое не указывало бы пальцем на тех, кто на них не похож, да, то есть общество, в котором был бы ценен каждый человек, независимо от его, значит, способностей, качеств, я уже говорила, расповедания, допустим, от физических особенностей, да, на сегодняшний день, к сожалению, к сожалению, такого общества, ну, мы только на пути становления к этому обществу, значит, находимся, да. Вы помните примеры, когда ребенка-колясочника, значит, не пускают в кафе, да, значит, в кинотеатры не пускают, значит, либо отказывают обслуживание в очереди, да, вот допустим, вот такие моменты у нас еще имеют место быть. Поэтому окружающий социум тоже пока не готов в полной мере, ну, значит, подключиться в систему инклюзивного образования. Значит, мы должны, уважаемые коллеги, поэтому, значит, тоже подталкивать окружающую социум к тому, чтобы, прошу прощения, к тому, чтобы они тоже приняли ценности инклюзивного образования. Ну, и безбарьерная среда тоже должна быть, да, чтобы эти дети могли в кинотеатры ходить, да, там, допустим, в библиотеки ходить, могли в детские игровые комнаты, да, где, к сожалению, пока мы только, значит, находимся на пути становления. Если даже есть у нас вот эти вот, как называется подъемники, я-то забыла, господи, но они зачастую сделаны только, ну, ну, для того, чтобы, ну, скажем, отчитаться перед фискальными органами, да, то есть нам необходимо именно, чтобы окружающий социум, значит, в общем-то, значит, принимал этих детей, этих людей с их особенностями, да, вот работа с общением, с подготовкой к приятелю инклюзивного образования, да, вот эти два последних момента, они, значит, друг с другом перекликаются, то есть общественность пока еще не принимает, не готова работать с детьми, у которых имеются особенности здоровья, да, это и, значит, родительское сообщество, вот мы чуть попозже посмотрим, даже в Башкирии, значит, определенный только процент родителей готовы, значит, обучаться в инклюзивной школе, многие не хотят, чтобы их дети учились, сидели за одной партой с детьми, у которых есть какие-то особенности в развитии, ну, и, значит, понятно, какие трудности возникают, это уровень знания в области инклюзии недостаточной, нету мотивации, у нас мотивация двойная, дух типа бывает, материальная и моральная, да, то есть, значит, достойная оплата должна быть, значит, у людей, которые работают с этими детьми, и, вот, наши стереотипы, в общем-то, наша методология, она несколько не дает, ну, несколько она, вот, другая, да, и, значит, вот наша деятельность, она заточена, значит, для работы либо с детьми, у которых, значит, все в норме, либо, значит, вот именно дети особенные в отдельном классе, в отдельной группе, да, вот наша стереотипа не дает нам возможности полноценно работать с детьми, у которых имеются особые образовательные потребности. Вот, коллеги, как раз я об этом говорила, вот, посмотрите, это, как раз о непринятии инклюзии даже в, значит, в среде даже педагогов. Вот, посмотрите, я живу в Башкортостане, в Башкортостане, значит, поэтому данные у меня именно по нашей республике, 46% педагогов считает, что инклюзия возможна, они принимают инклюзивную, вот эту вот, значит, идеологию, а, значит, больше половины педагогов считают, что она невозможна, да, значит, 25% родителей, значит, только воспринимают, значит, и граждан 29%, а против, смотрите, 25% педагогов, значит, 32% родителей и 33% граждан. Вот видите, значит, граждане не приемлют инклюзивное образование, родители тоже не приемлют, да, они просят, значит, детей в другие классы перевести, то есть они считают, что инклюзивное образование, значит, ну, вот, не имеет права на существование. Хотя вот это образование, может, больше нужно для нас, чем для них, для наших детей. Добрый ребенок, ребенок сострадающий, ребенок, понимающий чужую боль, значит, в общем-то, вот это ведь, ну, наверное, к чему должны стремиться, да, чем равнодушны, там, допустим, ребенок, там, знающий очень много, для нас очень важно, чтобы наши дети были добрыми, да, порядочными, вот именно в среде инклюзивного образования вот такие дети и вырастают, вот такие компетенции, знания формируются. Ну, и понятно, что создание адаптивной среды, об этом мы говорили, помните, это среда, которая позволяет всем детям полноценно включиться в самореализацию, значит, в создание организации, значит, общего типа условий, которые обеспечивают беспрепятственный доступ детей в здания, в дошкольные учреждения, ну, это пандусы, лифты, да, оборудование, медицинское оборудование, это вот, значит, специальное устройство для слабослышащих, для слабоведящих, да, то есть так называемая, значит, образовательная, значит, среда, да. Все это очень дорого, мы с вами говорили об этом, но тем не менее это очень важно, это очень нужно, вот это является условием организации успешного обучения. А вот в среду адаптивную включается и материально-техническая база, и преподаватели, и наша, значит, вот электрообразовательная среда, вот это все включается в адаптивную среду, да, это вот революционное оборудование, медицинское оборудование, вот все туда идет. Понятно, что, значит, обучение коррекции детей, значит, оставляется по тем программам, значит, которые создаются на базе основных программ, но с учетами психологических, физиологических особенностей и возможностей, об этом я уже сегодня говорила, да, сопровождение ребенка, психопедагогическое, медицинское сопровождение ребенка на протяжении всего его пребывания в школе, в колледже, в дошкольном учреждении, да, это крайне важно, это крайне важно. И понятно, что, вот, коллеги, я уже говорила, работа информационная, просветительская, разъяснительная, с, значит, со всеми, с этим социумом, да, со всеми преподавателями, с родителями, значит, с педагогическими работниками, я уже говорила, значит, с общественностью, да, которая направлена на принятие инклюзивного образования, на ценности этого образования, да, на принятие понимания детей с ОВЗ, что они имеют такие же права, что они равны в своих, значит, требованиях, что мы должны обеспечить качественное образование, да, качественное образование. Ну и, коллеги, для внедрения, что необходимо? Подготовка-переподготовка, в том числе повышение квалификации, да, значит, методики, технологии нам новые нужны, необходима адаптивная среда, который предполагает и МТБ, вот уже говорила, да, пандусы, лифты и так далее, и так далее, и понятно, что в штатном расписании должны быть и логопеды, и дефектологи, и тютеры, и медицинские работники, да. Вот это, если у нас будет, то, конечно же, мы можем инклюзивную, значит, инклюзивную идею внедрить в наш процесс. Ну, а какие же опасности? Значит, идея сойдет на нет, если не будет кадров, если не будет методическое обеспечение, если не будет учителей специальных, да, значит, специально обученных людей, если не будет доступа к литературе, если не будет, значит, как мы говорим, сейчас в эпоху цифровизации компьютерных, значит, компьютерных, значит, инструментов обучения, вот это, конечно, крайне важно. Ну и, коллеги, значит, завершая наше выступление, наш небольшой вебинар, я хочу сказать, что инклюзив – это больше, чем интеграция. Инклюзивная – это включение, значит, вот этого ребенка, полновесное пребывание его, значит, в той среде, где живут, развиваются, обучаются, дети в норме, да. Дети учатся не рядом, а вместе, в обычной школе, в обычном детском садике. Обычные школы, обычные садики меняются под потребности каждого ребенка. Специалисты помогают детям. Мы на сильные стороны ребенка обращаем внимание, на слабые стороны мы не трогаем, да. Мы воспринимаем человеческие отличия, как обычные, пальцем не указываем на ребенка, да. И дети получают жить с родителями, не в отдельных интернатах где-то. Дети получают полноценное эффективное образование для того, чтобы жить полноценной жизнью. Уважаемые коллеги, мне предупредили, что я могу закончить чуть за 5-7 минут, но ни в коем случае я время перебирать не должна. Время у нас с вами уже по Москве час, да, час, ровно я сейчас с вами в эфире. Уважаемые коллеги, всем огромное спасибо, что вы со мной были. Если вам понравилось, пожалуйста, на ганьки нажмите, я хоть увижу, значит, насколько сегодня наша лекция была эффективна. Спасибо большое, мне очень приятно. Коллеги, спасибо. Спасибо. Я координаты свои оставлю у наших организаторов. Если вас заинтересовали программы по инклюзии, пожалуйста, значит, звоните, я доступна, но мы с вами можем пообщаться. Всем большое спасибо, до новых встреч, до свидания. Спасибо большое. Нили Сабитовна, один момент, не отключайтесь, пожалуйста. У нас есть пара вопросов во вкладке «Вопросы». Сейчас я их зачитаю, быстренько попробуем ответить. Поясните, пожалуйста, в чем отличие категории «инвалид» и «лицо с ОВЗ», спрашивает Людмила Алферова. Значит, «инвалид», когда у ребенка имеются глубокие изменения в той или иной сфере. То есть, значит, ОВЗ – это неглубокие изменения, но в данном случае ребенок может быть интегрирован в образовательное пространство. Спасибо. И еще один вопрос тоже Людмила Алферова спрашивает. Обязательно ли разработка адаптированной образовательной программы, если студент, лицо с ОВЗ, обучающийся в соответствующей образовательной организации, отказывается от особых условий обучения? При поступлении ребенок с ОВЗ пишет, требуется ли ему специальная адаптированная программа. Если он говорит, что ему не нужна эта программа, в общем-то, он может обучаться в группе по нашим стандартам. Спасибо. И еще вопрос Юлия Дмитриева спрашивает. Каков формат адаптированной образовательной программы? Я не совсем вопрос поняла. Формат программы, вопрос поясните, пожалуйста. Программа должна быть принята, утверждена. Значит, только по утвержденным программам мы с вами имеем право работать. Авторская программа должна пройти апробацию. Спасибо. Надеюсь, все нормально. Если я где-то что-то не так ответила, не совсем удовлетворила, пожалуйста, дайте мои координаты. Я прям с удовольствием свяжусь, пообщаюсь, отвечу на все вопросы. Елиса Абитовна, в качестве координатов адрес электронной почты можно будет дать, правда? Да, да, да. Все, коллеги, тогда сейчас размещаем. Коллеги, если я сразу не отвечу, я прошу прощения. В течение недели я все равно с вами на связь выйду. Ага, все, тогда сейчас в чат, коллеги, я размещаю адрес электронной почты. Вот так вот два раза дам адрес электронной почты Нилиса Абитовна, и по всем вопросам можно будет обратиться уже к ней, более подробно рассмотреть. К сожалению, очень мало времени, всего это 50 минут. Вот можно пройтись, только по верхушкам можно пройтись, понимаете? Вот хочется очень много рассказать. Да, это уже, возможно, вариант более расширенной циклы вебинаров. Если будет интерес, коллеги, пишите, пожалуйста, Нилиса Абитовне по всем вопросам. Или вам. Возможно, будет еще не один вебинар на эту тему. Ага, большое спасибо, Нилиса Абитовна, мы вас отпускаем. Знаю, что у вас сейчас еще будут мероприятия. Большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Очень рады были, что вы у нас в гостях. Всего доброго, успехов. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Спасибо. Я вас прикидаю.